Перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все за и против по каждому пункту. Во главу угла ставьте наши незыблемые приоритеты – комфорт и благосостояние населения. Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий к их реализации? Ведь это не только дополнительно право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, как я уже сказал, дополнительная ответственность. Ответственность – ключевой аспект во всей этой нашей работе. Правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос, кто конкретно будет отвечать за принимаемое решение. Никакого двоякого толкования здесь быть не должно. Второе. Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться. И к чему это может привести в современном мире, мы это понимаем. У меня тоже есть опыт. Это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос, что не регион, хотя в России это оправдано, она огромная страна. Абсолютно разные решения. И чтобы в кучу собрать Россию, многого стоило. Нам надо это или нет? И последнее. Все решения, которые мы сейчас примем, должны быть тесно увязаны с процессом конституционной реформы. Мы не должны принимать сегодня решения, которые потом в результате конституции или работы над ней нам придется опять отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести эту работу с конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной, идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями. Продолжение следует...